Ну что, мы начинаем перевязку. Мальчика зафиксировали, чтобы он немножечко у нас полежал спокойно, потому что рана у него огромная, рана страшная. Всё, осторожно, ножницы мне всё снимаем, срезаем. Так, осторожно. Разрезай. Так, господи боже ж ты мой. Это просто ужас. Это просто ужас. Вот это у нас после кастрации мальчик. Из-за такой жары у него началось воспаление. Прошло два дня после кастрации, и вот это у него всё началось. Завтра мы едем на приём к врачу, а пока вот эти два дня хирурга не было, он был в отъезде. И мы всё это промываем сами. Смотрится чудовищно. Представляете, что бедный испытывает мальчик у нас. Ну он умничка наш, он у нас капает, само его на капельце подержали, да? Это басмач, басмик. С ним всё будет хорошо. Ребёнку всего 10 месяцев. Никто не ожидал, что получится вот такая ерунда. Никто. За все эти годы, что у меня приют, вот такая ерунда у меня случилась впервые. Я в ужасе просто. Я всё видела, но такое я сама не видела. Это ужасно. Наташа, промой, пожалуйста, а я продолжу съёмку. Так, деточка. Юра, не помоешь, что лапку подержать? Тихо, мой золотой, да. Это больно, я согласна. Это очень больно. Мама, осторожненько, осторожно. Мы всё аккуратненько. Всё. Так, перекись обработала. Первичная обработка, зато хлор в лексидином. Потому что гнойник очень большой, без перекиси здесь никак не обойтись. Но мальчик писает сам. Слава богу, внутри ничего не задето. Это просто поверхностная рана вот такая. Но она жутко смотрится и выглядит, конечно, чудовищно. Так, салфетки забыли, да? Анна-ка. Вон ещё лежат салфетки. Возьмите. Осторожненько. Осторожно. Осторожно. Всё, маленько, мамочка. Всё, всё, всё. Осторожно. Осторожно. Это мёртвые ткани. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Осторожненько, мой хороший. Всё, всё, всё. Трогать не будем, зайчик. Всё. Думали убрать, но оно не убирается. Значит, не уберём. Всё будет хорошо, малышка. Всё. Главное, гнойник весь прочистить, детка моя. Главное, прочистить весь гнойник. Это всё будет удаляться завтра. Сто процентов. Завтра хирургу. Сегодня надо просто убрать хотя бы воспаление. Это чудовищно. Маленький. Боли как таковой у мальчика нет. Всё болевое, у него всё уже сгнило всё. Рефлексов болевых нет. Если глубоко оно не трогает, то мальчику не больно. Поверхностно всё. Это чудовищно. Всё, давай лекарства. Всё. Вот так промыли немножечко. Всё хорошо. Флордексидин у вас где? Бабарьки себе промыла. Так, теперь СДшку. Левомикольс СД, да. Левомикольс СД. Сюда, Наташа. Попробуй, туда немножко. Сейчас она стекает, а мы сейчас бронолинкой прижмём. Сейчас прижмём. Ой, ты мой золотой мальчик. Ты мой хороший. Маленький мой. Мой мальчик. Мой хороший. Терпеливый такой зайчик. Всё будет хорошо. Мы тебе поможем, деточка. Да. Это очень больно. Это очень страшно. Само бронолинку. Вот так вот я её прижмём. Ага. И буду лить туда. Давай ещё. Вот сюда под кожу нельзя немножко. А сейчас она зайдёт вот через бонолинку. Вот так, видишь, как хорошо. Написи, обрежь немножко ножничками. Так вот завернём. И коки сильнее. Лучше на коки туда загни. Там всё за гно-то, Ван, всё хорошо. Бедное дитё у нас. Бедный ребёнок. Так, салфетчиками. Всего ожидали, но вот такого не ожидал никто. Это чудовищная жара. Гниёт всё просто мгновенно. Вот так. Ничего, загнём там, если что. Главное, ему, чтобы здесь удобно было. Запись, вот сделаешь. Вот так вот. А то мы жопу там закроем с той стороны. Да? Ну ладно. Вот так вот. И сейчас бинтиком вот так всё прижмём. Давай. Так. Так, бинтик нам надо этот эластичный. И сейчас мы типа бинтика сделаем трусики, да? Да. Куда я его делаю? Ой, сзади. Зайка. Я его здесь не положила? Да, мальчиком? Синего бинта нет? Ну куда мы его положили? Ну вот, тихо, деточка, тише, тише. Тише, мой золотой. Ну вот, основную мы обработку сделали. Сейчас мы ребёнка перебинтуем. Вот это было основное. Было самое страшное. Так, сначала в круговую. Давай я приподниму вот так. Я приподнимаю, а ты... Так, убери лишнюю. Убери вот эту, Юра. Туго-туго не делай, Таша. Туго не делай. Не, 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 слабенько. Слабенько. Так. Ещё раз. Под мою руку, а потом под бёдра. Юра, не опускай его уже. Держим его теперь на весу. Держим, держим. Ага, аккуратненько. Наташа делает. Вот так. Убирай руку. Попу осторожно не заверните. Вот так, крест на крест. Да. Держи, не натягивай только. Не, не, не. И опять через живот. Тихо, 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 тихо. Тихо, моя солнышка. Тихо, мой зайчик. Всё хорошо. Всё хорошо, маленький. Да, вот эта липучка очень удобная. Угу. Вот так, через другую лапку. И вот такие своеобразные трусики мы делаем. И коки у него будут хорошо прикрыты. И ещё раз на серединку. Вот так. Сильно не надо. Так, чтобы не туго. И на спинке завяжем. Всё хорошо. Ещё раз. Нет, не надо, не надо. Её надо, чтобы ранка дышала. Не надо. Давай здесь прям за эту зацепляем. Отрезай вот так. Да всё, всё. Тогда давай ещё раз прокручиваем. На спинке завяжем. Тихо, деточка. Тихо, моя золотая. А здесь уелочек. За любую эту цепляй. Прям под низ. Она липучая, она будет хорошо держаться. Вот сюда, снизу. Вот эту. Ну и всё. Вот так. Вот мне и сделали. Ты мой золотой. Терпеливый мальчик мой. Рана страшная. Рана очень страшная. Я от всего сердца благодарю Наташу и её сына за помощь. Без них я бы не справилась. Без них самые тяжёлые ситуации. Без них не обходятся. Сейчас мы ещё будем поперировать вторую девочку. Второй девочке будем обрабатывать шею. А это видео басмика. Сейчас будем делать ещё видео на геи. Вторая обработка. А басмик был умничка. Да? Басмач? Басмик? Всё будет хорошо, детка. Ты у нас умничка. Ты скоро поправишься. Всё будет хорошо. Продолжение следует...